В Витебске продолжается подготовка к возведению нового храма. Осветят его в честь Софии при мудрости Божией. Храму предстоит стать преемником Софийского собора в Полоцке, который не дошел до наших дней в первозданном виде. Витебск один из древнейших и красивейших городов Белоруссии. Он раскинулся на живописных холмах по берегам Западной Двины и Витьбы. На протяжении веков он был торговым и культурным центром и остается им и поныне. Витебск славится своей многовековой историей. А вскоре в список мест, которыми гордится город, войдет еще одно – храм Софии при мудрости Божией. Возведен он будет в этом парке на берегу реки. Будущему храму предстоит стать одним из самых значимых не только в Витебске, но и во всей Белоруссии. По благословению святейшего патриарха Кирилла, здание будет повторять облик знаменитой Полоцкой Софии. Размер будущего храма – 26 на 26 метров, высота – 30 метров. Стены выложат плинфой, особым кирпичом, сделанным в соответствии с традициями, и природным камнем. Кровля будет из меди, а увенчают храм семь вызолоченных куполов, как символ семи таинств русской православной церкви. Пока к работам еще не приступили, но масштабное строительство в центре любого города всегда вызывает волну обсуждений. Не обошлось без них и сейчас. Некоторые жители Витебска опасались, что парк будет уничтожен. На самом же деле он будет обновлен и благоустроен. Вместо каждого дерева в этом парке будет посажено несколько. Обустроят спуски к реке, украсят аллеи вечно зелеными туями, пихтами и лиственницами, чуть в стороне организуют стоянку, сделают фонтан. Полузаросшему парку предстоит стать одним из самых красивых и значимых мест города. Святейший патриарх Московской Северуси Кирилл именно благословил возрождение великой белорусской святыни в том виде, в котором она была построена в 11 веке, которая будет даже свидетельствовать об истоках православия на Белой Руси. Это немаловажно, потому что мы забываем, откуда что у нас появляется. А вот такие памятники, как храмы, другие, они свидетельствуют о том, о тех корнях, о тех предках, о том потомстве, которое нам давало основу уже в будущем в Вице. Этому месту действительно предстоит преобразиться, но гораздо важнее то, какое значение оно получит не только в материальном, но и в духовном плане, став символом преемственности, возрождения традиций и единства православного мира. Ведь единство людей определяется не местом проживания, не географическими границами и названием страны, а общими традициями, духовными ценностями и верой. И живой пример тому – история храма Софии при мудрости Божией. Ведь много веков назад, вслед за Константинопольской Софией, были построены Софийские храмы в Новгороде, Киеве и Полоске. Знаменовали они единство Великой, Малой и Белой Руси, то единство, которое и сейчас, несмотря на любые границы, позволяет нашим народам оставаться братскими.